Суннан Аль-Фитра. Суннан в динаме Фатр Аллаху Субхану Аху Ата'ала и Халак Аль-Халк Аля Аняхум Яфалуа. Шей говорит, что есть некоторые сунны, которые называются Суннан Аль-Фитра, то есть сунны, которые естественны для человека. То, на чем создал Аллах Субхану Аху Ата'ала человека, это присущие ему естественные вещи. В этом содержится, во-первых, награда, во-вторых, это проявление чистоплотности. Из них, из этих сунн, обрезание. Обрезание является обязательным для мужчин и является желателем для женщин, если есть в этом нужда. Стрижка ногтей, как на ногах, так и на руках. Бритье волос в лобковой области. Выщипывание волос подмышками. Стрижка усов, чтобы они не свисали, не переходили границы верхней губы. Все это не должно быть оставлено более чем на 40 дней. Да, потому что, если ты не пострируешь ногти, грязь, которая под ними копится, когда если ты будешь есть руками, она у тебя в рот зайдет, так ли, в организме. Точно так же, что касается мужчин, это опускание бороды. Точно так же, стрижка усов, конечно, также относятся к мужчинам. Точно так же, Шей говорит, сивак. Сивак обычно используют из веточки дерева арак, но можно использовать любую, даже зубную щетку, чтобы очистить полусырта. Сивак в основе своей желателен всегда. Однако желательность этого усиливается во время омовения, во время молитвы, перед тем, как читать Кур'ан, ночное стояние, когда человек входит в дом, если у него сменился запах с полусырта, перед смертью, или вовремя. Сивак является тем, что очищает полость твоего рта и приводит к довольству твоего Господа. Пророк, саллиллаху, алейкулассалям, был таким человеком, от которого исходил наилучший запах. Да. И поэтому человек, мусульманин, должен выполнять вот эти сунны, вот эти естественные врожденные сунны. И это из-за этого, из-за них.